Странное дело, но в наш век философия, даже для людей мыслящих, всего лишь пустое слово, которое в сущности ничего не означает, оно не находит в себе применения и не имеет никакой ценности, ни в чьих глазах, ни на деле, полагая, что причина этого бесконечное совопрение, которыми ее окружили. Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступную для детей, с нахмуренным челом, с большими косматыми бровями, внушающий страх. Кто напялил на нее эту лживую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого, столь милого, доброго, радостного, чуть было не сказал шаловливого. Философия призывает только к празднествам и веселью. Если пред вами нечто печальное и унылое, значит философии тут нет и в помине. Деметрий Грамматик, наткнувшись в Дельфийском храме на кучку сидящих вместе философов, сказал им, «Или я заблуждаюсь, или, судя по вашему столь мирному и веселому настроению, вы беседуете о пустяках». На что один из них, а это был Герклеон из Мегеры, ответил, «Морщить лоб, беседуя о науке, это удел тех, кто придается спорам, требуется ли в будущем времени глагола «бало» две лямбды или одна, или как образована сравнительная степень «ксетрон» и «бэтион» и превосходное «кэриптон» и «бэлтотон». Что же касается философских бесед, то они имеют свойство веселить и радовать тех, кто участвует в них, и отнюдь не заставляют их хмурить лоб и предаваться печали. Душа, вместившая в себя философию, не может не заразить своим здоровьем и тело. Царящее в ней покой и довольство она не может не изучать вовне. Она не может равным образом не переделать по своему образу и подобию нашу внешность, передав ей, соответственно, исполненную достоинство гордость. Веселость и живость, выражение удовлетворенности и добродушия. Отличительный признак мудрости – это неизменно радостное восприятие жизни. Ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность. Это барокко и баролептон измазывают и прокапчивают своих почитателей, а вовсе не она. Впрочем, она известна им по наслышке. В самом деле, это она утешает душевные бури, научает сносить с улыбкой болезни и голод. Не при помощи каких-то воображаемых эпициклов, но опираясь на вполне осязательные, естественные доводы разума. Ее конечная цель – добродетель, который пребывает вовсе не где-то, как утверждают схоластики на вершине крутой, отвесной и неприступной горы. Те, кому доводилось подходить к добродетели ближе других, утверждают, напротив, что она обитает на прелестном, плодородном и цветущем плоскогории, откуда отчетливо видит все находящиеся под ней вещи. Достигнуть ее можно, однако, лишь тому, кому известно место ее обитания. К ней ведут тернистые тропы, пролегающие среди поросших травой и цветами лужаек, по-пологому, удобному для подъема и гладкому, как своды, небесные склоны. Но так как тем мнимым философам, о которых я говорю, не удалось познакомиться с этой высшей добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, кроткой, но вместе с тем и мужественной, питающей непримиримую ненависть к злобе, неудовольствию, страху и гнету, имеющей своим путеводителем природу, а спутниками счастья и наслаждения, то по своей слабости они придумали этот глупый и ни на что не похожий образ, унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добродетель, и водрузили ее на уединенной скале среди терниев, превратив ее в пугало, устрашающую рот человеческий.